Всем привет, дорогие друзья! Всех приветствую в Канаде! Всех приветствую на моём канале! Сегодня у нас видео-показ украшений, которые вы очень любите, я знаю. Ну, не все, но очень многие любят. Для тех, кто у меня впервые, я скажу, что я живу в Канаде, показываю украшения. И не только. У меня на моём канале есть очень много видео-примерок, обзоров магазинов, болталок, прямых эфиров, которые мы все очень, девочки, любим, говорим обо всём. Цены, кстати, которые я показываю, это цены, по которым я купила эти украшения. И это цены в канадских долларах. И я иногда снимаю в этих магазинах, как я выбираю украшения. И тоже очень интересные видео, которые вы очень любите. И давайте начнём. У меня, кстати, сегодня новая подложка белого цвета. Надеюсь, что вам понравится. Значит, очень быстро вот такая вот затравка того, что мы сегодня будем смотреть. Я стараюсь это показывать мельком, чтобы не портить сюрприз. И ещё одна очень интересная находка, вот такая вот в коробочке, которую мы с вами, конечно же, подробно рассмотрим. Наверное, видео будет в двух частях, потому что очень много получилось. И будем показывать постепенно. Начнём с простеньких. И, конечно же, самые интересные я оставлю напоследок. То есть, это будет в следующем видео. Так, давайте начнём. Поехали. Ну, начнём, пожалуй, вот с этих бус. Ой, забыл я ножницы. Мне нужно отрезать этикетку. Одну минуточку, подождите. Так, ну что ж, воодушевилась, вооружилась я ножницами. Значит, эти бусы стоили мне 4,99, 5 канадских долларов. Так, смотрите, какие интересные бусы. Они, безусловно, винтажные, судя по вот этому крючку и вот этим вот красивым креплением для бус. У них нету никакой маркировки, по-моему. Будем сейчас искать. Иногда я нахожу её вместе с вами. Иногда не нахожу вообще. Посмотрите, какие шикарные, интересные, пластиковые бусины. Все возможные. Какие они вкусные и красивые. Посмотрите, какие держалки. Лапки, вернее, или собачки. Как это называется, я точно не знаю. Причём не на всех. Через одну. Смотрите, здесь есть держалка, здесь нету. Здесь снова есть, здесь снова нету. Очень странно. И вот такие вот бусины зелёные. Очень красивые цвета. Очень такие, знаете, они, в общем-то, осенние. Но, в принципе, их можно носить, конечно, в любую, в любое время. Зелёно-коричнево-коричнево-горчичные, я бы сказала. Вот, также здесь есть несколько цепей таких. В общем, очень много. Они такие, знаете, очень объёмные. Здесь сколько получается? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять рядов. Такие очень насыщенные, я бы сказала. Причём все они разной длины. Я обязательно вам их померю. Если кто у меня впервые, вы не знаете, то я все свои украшения, которые я показываю, примеряю на себе. И показываю, как они выглядят на мне. Это всегда очень интересно. Ну, вот такие вот затейливые бусы, я бы сказала. Очень интересные, красивые. Такие классные. Очень такие, знаете. Ну, в общем, большие, объёмные, красивые. Очень люблю такое. С трудом выбираю, что вперёд показать, что после. Потому что всё очень красивое и необычное. Давайте посмотрим на этот кулон. Я думаю, что он современный, поэтому я показываю его не в первых, так сказать. Не в конце, вернее, а в начале. Тоже стоил он пять долларов. По-моему, находила я у вас его на глазах и показывала вам. Может быть, я прикреплю, если только не забуду, видео, в котором я эти украшения покупала. Как я их искала и как я их находила. Это очень интересно. Это как охота, рыбалка. Знаете, такое, знаете, увлекательное занятие. Значит, они... А он, кулон, маркирован. И здесь маркировка. Сейчас я вам покажу. Я очень трудно показать. Кручу, верчу, запутать хочу. Значит, здесь есть три буквы. G, V... То ли цифра, то ли буква. G, V, 9. Вот. Английские буквы. Сейчас я посмотрю. Я находила его этот кулон. Похоже, вернее, в интернете. Одну минуту. Я нашла его на Etsy. Это бренд называется GV9. То есть, GV9. И он не очень дорогой. Стоил всего на Etsy, по-моему, 23 доллара или что-то такое. Ну, я купила за 5. Он действительно очень красивый. Это вот такой вот кварцевый медальон. Кварцевый кусок камня. Очень красиво сделан. Красивая цепочка. Нежная такая. И вот еще такая здесь на застежке висит бусинка. Что очень мило, конечно. Ну, в общем, очень красивый. Совершенно новый. Выглядит, как будто его вчера только произвели на свет. Я думаю, что это современное украшение. Не винтаж, но оно очень симпатичное. Так, брошь. Очередная. Очередная муха. Уж не могла я ее оставить. Стоила она 4 доллара. Посмотрите, какая милаха. Глазками, крылышками. Много-много кристалликов. Все на месте. Возраст затрудняюсь я сказать. Сейчас я ее отстегну. Так, давайте-ка мы ее рассмотрим. Хорошо. Вот такая вот смешная. Смешная симпатичная брошечка. На обратной стороне маркировок никаких нет. Застежка. Трудно сказать. Трудно сказать, какого она возраста. Скорее всего, наверное, современная. Но сделана очень хорошо, качественно. Очень милая, симпатичная. Все на месте. Все кристаллы. В хорошем состоянии. Симпатичная вещь. Так, дальше у нас вот такая вот брошь. Брошь-планка Камея. Тоже, честно говоря, сомневаюсь в ее возрасте. Но за 4 доллара я тоже подумала, что я ее возьму. А там разберемся. Не нашла ничего про нее в интернете. Никаких признаков. Но я думаю, что она современная. Может быть, я ошибаюсь. Не знаю, девочки. Вот напишите мне, что вы думаете. Но выглядит она прекрасно. Я не знаю, что это за материал. Скорее всего, пластик. Так, не буду молотить, чтобы не нервировать никого. Ой, у нее потеряна жемчужинка одна. Видите, маленькая. Вот я не заметила. Вообще, у меня здесь есть несколько... Не то, что разочарований, а боль, печаль, что я купила что-то с какими-то потерями, не заметив этого. Ну, в этом случае, как бы, это не большая проблема. Есть у меня одна брошь великолепная, прекрасная, в которой там проблемы с застежкой. Поэтому я там прям совсем не знаю, что делать. Здесь-то я маленькую жемчужинку такую найду, приклею. Ну, я даже, честно говоря, не знаю, стоит ли она того. Потому что я не знаю, насколько она ценная и винтажная. Но выглядит, как будто бы, действительно, что-то очень достойное и симпатичное. Честно говоря, я вот очень часто вот так потери замечаю, когда я снимаю вот в таком увеличенном виде. Хотя я, когда что-то покупаю, я тоже вот так хожу с телефоном. И с ним, как бы, в телефоне есть очень-очень сильно увеличивающая лупа. Мне, кстати, писали, что почему я не пользуюсь лупой. Потому что в телефоне, вот в этом, в моем, есть там, оно увеличивает до 30, по-моему, этих, ну, знаете, увеличений. Но я не всегда уж так подробно разглядываю. И видите, получается, что я очень часто, у меня возникают какие-то ошибки. Так, следующее украшение, это у нас вот такая интереснейшая брошь. Необычная. Никогда мне не встречалась. Стоит всего лишь 3 доллара. Я тоже находила подобные броши. Написано, что это винтаж. Но, опять же, я написанному не верю. Вернее, верю, но не тому, что пишут продавцы на ресейлах. Потому что они для того, чтобы продать, вам напишут все, что угодно. Но я думаю, что, возможно, это действительно винтажная брошь. Маркировок здесь никаких нет. Вот так выглядит обратная сторона, замочек. И вот такая вот она интересная брошь. Она вроде бы эмалевая. Но я не могу 100% как подход к моему цвету ногтей, вот эти цветочки. Я не понимаю, с чего она сделана. Вроде бы эмаль. И вот такой нежнейший, прекраснейший рисунок. С одной стороны она такая асимметричная. И выглядит как будто бы здесь рифление какое-то. Но на самом деле она на ощупь совершенно гладкая. Просто это как будто бы под эмалью. Знаете, эмаль покрытая каким-то лаком. И вот под лаком она была как бы сделана на такое рифление. И потом сверху была покрыта лаком. И вот такой вот рисунок красивый. Как будто похоже на переводную картинку, если честно. Ну, в общем, я не знаю, короче. Мне кажется, что она винтажная, но вот что-то мне говорит. Но трудно сказать. Интересная, необычная, очень нежная вещь. Симпатичная. Так, следующий у нас брошь с маркировкой. Потому что, знаете, я не хочу все самое ценное оставлять на второе видео. Потому что я думаю, что это не честно. Должно что-то интересненькое и в этом видео показать. Может быть, я и уложусь в одно видео, но я просто боюсь, что оно будет длинное очень. Я поэтому, скорее всего, разобью на две части. Итак, вот такая вот красавица брошь. 5 долларов. Это маркированная брошь. Известная брошь. Очень часто встречающаяся. Сейчас мы посмотрим, кто это. Кто, так сказать, автор ее. Их много на ресейле. Я много их находила. Они не очень дорого стоят. Это Сара. Сара Ковентри Канада. Я уже где-то говорила в каком-то видео, что Сара Ковентри делала броши не то в Канаде, не то для Канады. И поэтому очень много вот у нас, особенно в Канаде, вот этих вот брошей с маркировкой Сара Канада. Или Сара Ков, или вот как-то так. Очень симпатичная брошечка. Очень часто встречающаяся. Замечательная находка, особенно за такие небольшие деньги. Конечно, на ресейлах она продается подороже. Вот, я очень-очень рада, что ее нашла. Пусть будет в моей коллекции. Следующая брошь у нас вот такая вот интересная вещь. За 5 долларов я ее купила. Тоже что-то я не очень, знаете, знаю ее, про ее. Не разберусь с ней тоже. Вроде на вид, по фасону и по кривой иголке. Ой, сейчас застряла. Иголочка кривая, значит брошечка пожилая. Пожила, так сказать, в эксплуатации. Опять же, иголка не короткая. Видите, она торчит за пределы застежки. Это как бы говорит тоже о возрасте. И еще если ее выпрямить, так совсем будет хорошо. Кстати, я думала, что она еще и может быть кулоном, но нет. В общем, вот этот материал, по-моему, похоже на фарфор. Керамика какая-то, не знаю. Но, по-любому, значит, я такие броши с таким сюжетом встречала в интернете, но не точно такую. Прям некоторые из них прям показаны как очень-очень ценные какие-то, невероятно, невероятно какие-то старые. Но, честно говоря, я не уверена. Ну, однозначно брошь очень красивая. Красивые такие цвета. Красивое вот это вот обрамление, рамочка. И очень интересно, интересно она сделана. Но происхождение, возраст, очень затрудняюсь сказать. Такая сделана в таком викторианском стиле, конечно же. Old school, old fashion. Но сказать точно не берусь. Опять же, девочки мои, вы меня знаете и разбираетесь лучше, чем я во многих вопросах. Так, следующее украшение. Бесподобно красивый локет, кулон. Он маркирован. Выглядит как будто золотой. Но золота в нем нет. Значит, видите, NR. Это не Нина Ричи. Я вам сейчас скажу, что это такое. Я нашла его в интернете. Стоил он тоже 5 долларов. Я не думаю, что это золото, если честно. И вообще, ну, кроме того, что нету никакой пробы, мне там в магазине кто-то из них сказал, из продавцов, что у них есть прибор, который определяет золото и серебро. Даже если нет пробы. И нет никакой маркировки. И они, многие вещи, которые подозрительно для них, ну, и камни, конечно, которые определяют. Многие вещи, которые они подозревают, что это золото, серебро или натуральные камни, они проверяют, даже если нет маркировки. Поэтому вероятность того, что... Ну, если кто-то только был не очень ответственный работник, который отложил в сторону и не проверил. Вероятность того, что будет найдено золото или серебряное украшение, вот, по дешевке, очень мала. Потому что у них в витрине продают золото и серебро за довольно немаленькие деньги. То есть, понятно, что они, как бы, многие вещи, практически все они проверяют. Поэтому сказать, что вот попалось какое-то золото, невозможно. Но, видите, выглядит очень, как будто бы такая блестящая красивая цепочка, как она переливается. Очень красивый, красивый цвет и металл. И я думаю, что это стекло, стеклянные кристаллы, которые очень похожи на рубины. Но, конечно же, они нет. Да, стеклышко. Это локит, он открывается. Ай-яй-яй, секундочку. Всегда стараюсь или не сломать ноготь, или не сломать украшение. Видите, внутри ничего нет. Я всегда с некоторым таким страхом их открываю, боясь найти. Теперь я боюсь найти чью-то фотографию, или там чей-то локон. Сейчас я вам прочту, что это такое. Вот это вот маркировка NR. Это компания Nancy & Rice. Я нашла его в интернете. И он за какие-то странные, совершенно какую-то странную валюту, сумасшедшие деньги, но это какая-то очень непонятная мне валюта. Я не знаю, что это такое. Я не думаю, что это очень дорого стоит. А, кстати, он был, он продавался вот с маленькими вот такими вот, в комплекте вот с такими вот сережечками, как будто бы из рубинов. Гвоздики. Я поставлю на фотографию. Итак, компания Nancy & Rice. Никогда не слышала про такое, но вот она существует. Цену тоже не пойму. В 787 каких-то PHP, какая-то валюта, которую я не знаю, поэтому мне трудно сказать, насколько он ценный. Но он очень красивый. Действительно выглядит, как будто бы кулон, настоящее золото с рубинами, плюс локет. Очень милая вещь. Да, маркировку я вам показала, по-моему, да? Вот здесь вот. Вот так вот она выглядит. NR. Правда же, все думают, что не наречие. А на самом деле нет. На самом деле совсем и нет. Давайте я вам покажу сразу вместе эти две броши, потому что они очень идентичные. Я думаю, что это остатки от Рождества. Вот это такие типичные рождественские веночки. Которые у нас продаются и которые надеваются на Рождество. Каждая брошечка стоила 4 доллара. Висели они рядышком. Я решила их купить, потому что за 4 доллара они явно винтажные. На них есть какая-то маркировка. Я уж не помню, какая. Сейчас я попытаюсь разглядеть. И где-то я тоже находила их в интернете за какие-то сумасшедшие деньги. Там их пытались продать, а я купила их за 4 доллара всего лишь. Так. Значит, застежка, судя по... Ой, я показываю мимо камеры. Судя по застежке, конечно, скорее всего, они винтажные. Видите, такие плечики. Почему они какие-то разные? Такое впечатление, что здесь что-то было поломано. Ее как-то чинили. В общем, какая-то она покоцанная. А здесь вот так. Так, маркировку читаем. Читаем, стараемся. Нет, это Геррис. Вот такая вот брошечка. Это такой бренд. Довольно известный, винтажный. Обе они маркированы. Обе одним и тем же, одной и той же маркировкой. Здесь плохо очень прочитывается, но они одинаковые. Их даже можно носить вместе в комплекте. Это, понимаете, как бы рождественское украшение, но это у нас их так считается. Честно говоря, я считаю, что их вот такой веночек можно носить в любое время года, с любой одеждой. Вместе они будут очень симпатично выглядеть. Красивые голубые и рубиновые. Как будто бы топаз и рубины. Здесь, по-моему, тоже что-то не хватает. Сейчас я вижу. Здесь все камушки на месте. А вот здесь, по-моему, одного не хватает. Или мне показалось? Нет? Да, вот здесь, видите. Видите, как покупаешь? Вот цена была одинаковой. То есть их так оценили, не потому что здесь не хватало камня. Я думаю, что они тоже сами не заметили. Потому что здесь все на месте, но цена такая же. В общем, видите, как я нахожу всякие недостатки. Я понимаю, что это легкий ремонт. Не такой уж это и редкий камушек можно найти. Но у меня до ремонта совершенно не доходят никогда руки. Потому что я не очень-то как бы... У меня не очень хорошо с этим делом. Да, находила я их за 42 доллара, по-моему. За 42,5. Вот именно такой с рубиновыми камнями. Я думаю, что это какая-то не очень адекватная цена. Если честно, они довольно простенькие такие. Ну, симпатичные камушка не хватает, к сожалению. Очень-очень жаль. Так, давайте перейдем к следующему украшению. У нас уже собирается большая. Я вот положила его в такой мешочек отдельно, потому что она очень путалась у меня со всеми остальными. И я решила его отложить. Так, это вот такая вот цепочка. Много, вернее, цепочек. Во-первых, это маркировано. Во-вторых, всего 4 доллара. В-третьих, у меня есть к нему серьги. Тоже маркированный этот комплект. Поэтому я, когда его увидела, очень обрадовалась. Значит, это у нас... Это у нас кто? Тоже Сара. У нас очень много, кстати, украшений Сара Кавантри. В основном все украшения, которые мне встречаются в наших секондах, это Сара Кавантри. Видимо, они где-то производились в Канаде. Видите, но это не Сара Кавантри Канада. Это просто Сара Кавантри. Но, видимо, где-то они производились у нас. И, видимо, очень много их продавалось в свое время. Посмотрите, какая интересная, очень такая забавная цепочка. Оно не очень длинное, но очень милое, нежное, такое легкое. Я вам сейчас покажу серьги, которые у меня есть в комплект. Которые я покупала раньше. Смотрите. Давайте их застегнем. Что-то они у меня расстегнут. Вот такие сережки. Они у меня давно существуют. Куплены были у меня несколько, может быть, год назад или больше. Видите, какие они миленькие, симпатичные. Тоже с маркировкой Сара Кавантри. И абсолютно подходящие комплектом к этой цепочке. Потому что у них точно такие же вот эти цепочки. Очень красивые сережки. Легкие, узящные, приятные. Когда я, конечно, увидела вот это вот украшение, эту цепь, я, конечно же, ее купила. Потому что я очень обрадовалась. Зная, что у меня есть вот эти вот клипсы, которые подойдут в комплект. Следующее украшение – это брошь за 6 долларов. Вот эта брошь может быть кулоном. Встречались мне неоднократно такого типа броши. Всегда затрудняюсь в их, так сказать, идентификации. На интернете тоже ничего не нашла. Маркировок никаких нет. Но брошь, безусловно, очень интересная. Моя лампа отражается в ней. Я не знаю, что это за материал. У меня что-то крутится в голове, но я боюсь брякнуть что-то неправильное и нелепое. Поэтому я лучше промолчу о том, какие у меня мысли по поводу чего она сделана. Видите, она немножко здесь подржавевшая. Мне кажется, что она винтажная эта брошь. Несмотря на то, что застежка такая, вроде и не скажешь по ней. Но, кстати, я хочу сказать, что такие броши, застежка сделана разумно. Чего не часто встречу в современных вещах. Опять же, почему я думаю, что она винтажная. Застежка сделана не в центре, а повыше центра. Почему? Потому что, если вы ее наденете, и застежка будет в центре, она может вот так вот отваливаться. А если вот она сделана повыше, то есть как бы не посередине, а на другой части, то на верхней части, то броши, то, конечно, она будет лучше лежать в пристегнутом состоянии. Вот такая вот красавица. Все отражается. Моя лампа, мое окно. Дома напротив на улице. Видите, меня только плохо видно. В общем, брошь зеркала, скажем так. Красивая вещь. Очень симпатичная. Только, конечно, все портит лампу. И очень трудно понять. Строгая такая классическая, викторианская, я бы сказала. Но замечательное изделие. Мне, наверное, скоро все надо будет здесь подвинуть, потому что мы уже теряем место. Нет у нас. Так, давайте рассмотрим вот такой кулон. Не знаю, не уверена, но, по-моему, это камушек. Купила его, потому что он очень-очень милый, симпатичный. Стоил всего 4 доллара. И я разорилась. Думаю, давай, пускай уже. Ладно. 4 доллара. Не спасут гиганта мысли. Так. На белом фоне не видно. Смотрите, какой он милый, симпатичный. И здесь есть маркировочка. Ага, я даже вот это вот не заметила. Вот сейчас с вами увидела. Видите, как бывает? Иногда находишь потери, иногда находишь маркировки. Давайте сейчас посмотрим поближе, если я смогу разобраться. R&G 3 S R&G Не уверена, что это 3. Ну, в общем, что-то я, видите, я ничего не искала, потому что я эти маркировки не видела, когда покупала. S S R&G. Интересно, что бы это значило. Что бы это не значило. Короче, в общем, я еще раз поискала, уже найдя, так сказать, какую-то маркировку. И все равно я ничегошечки не нашла. S S бывает, что это маркировка Stylest Steel, то есть сталь. И бывает, что это Sterling Silver. То есть тоже маркируют как S S. Ну, вот такая вот загадка. По-моему, это камушек. Мне кажется, что это камушек или какой-то стеклышко. Но не пластик. Вот такой вот кулончик. Он очень похож, как будто бы золото с камушком. Очень нежный. Если его надеть на тоненькую цепочку, он выглядит бесподобно. Обратная сторона вот такая. Очень аккуратно сделан. Не знаю, что это и кто это. Но, безусловно, выглядит неплохо. Очень нежно и очень красивый синий камень. И вот такая вот маркировка. Не знаю, ничего не нашла. Если я правильно прочитала. Стерлинг Silver. Может быть, по-золотой. Не знаю. А может, из сталь. Ну, вряд ли. Вряд ли из стали делают такое вот украшение. Ну, в общем, симпатято. Очень милый. Мне очень он понравился. Так, переходим теперь. Вот такая вот брошь, которая тоже трудноопределяемая, но стоила 5 долларов. И мне очень она понравилась. Очень красивая. Необычная такая. Выглядит как новая. Потому что очень хорошо сохранившаяся вещь. Не нашла ничего. Маркировок нет. Но застежка длинная и толстая. Что тоже может, видите, говорить о старости, так сказать. О большом возрасте. Ну, шикарнейшая брошь. Очень удивлена, что нету маркировки. Потому что обычно такие изделия, они как-то маркировались. Потому что качество, красота дизайна, необычность. Я ничего подобного не встречала. Она, видите, не плоская, а такая немножечко, немножечко этажная, так скажем. Интересное изделие. Очень красивое. Опять же, я уже много раз говорю, что броши именно вот такие. Они намного более используемые однотонного металла, чем разноцветные. с камушками и так далее. Потому что очень, очень как-то versatile у нас называется. Ну, то есть много-много к чему подходит. И никакие камушки из них, в отличие от таких вот, не вываливаются. И они, по крайней мере, прекрасно всегда сохраняются. Нету никаких потерь у них. Так, еще хочу вам показать вот такие бусы. Такой необыкновенной красоты. Я, честно говоря, очень-очень они мне понравились. То есть я, конечно, видела бусы, разные красоты. Но вот эти совершенно чудесные. Стоили они тоже не очень дорого. 6 долларов. Судя по замочку, они тоже винтажные. Вот такие замочки-бочечка. Очень часто использовались именно в винтажных вещах. Хотя, может быть, это где-то 70-е даже, скорее всего. 80-е тогда тоже использовали вот такие. Вот такие замки. Они очень тяжелые. Я думаю, что если это пластик, то очень какой-то качественный. Возможно, даже бекелит, но я не уверена. Они очень похожи на янтарь. Но это не янтарь, конечно. Хотя, может быть, я думаю, что, скорее всего, это стекло. Потому что они холодные. Холодные и тяжелые. Бусины эти стеклянные, мне кажется, скорее всего. Посмотрите, какие они интересные. Как-то у меня очень темный экран. Или мне кажется, что у меня мало света. Ушел свет. Я уже так стараюсь. Но из окна было солнце. А сейчас не светит больше. Хотя у меня есть лампа. Видите, она отражается. Но как-то все равно темновато. Так, смотрите. Металлические вот эти вот лапки. И очень интересные вот такие вот диски. Ну, прям точно как янтарь. Но я не думаю. Мне почему-то кажется, что это стеклышки. Потому что они холодные, тяжелые. Вряд ли, конечно, это янтарь. Но очень интересные. И они все-все-все немножко разные. Как бы отличаются эти бусины. Каждые. Они, видите, такие. Здесь какие-то прожилки. В общем, здесь вот нет. То есть они все отличаются друг от друга. Поэтому, видите, здесь так выглядит. Я не знаю. Конечно, я не предполагаю, что это какие-то камни. Вряд ли. Но выглядят очень-очень интересно и достойно. Плохо очень видно. Темно. И отсвечивает моя лампа. Ну, в общем, я на себя их примерю. И вы посмотрите на них как следует. Ну, что ж, друзья мои. Я думаю, что мы прервемся пока. На этой части я немножко почищу стол. Потому что у меня уже нету места. И мы с вами продолжим. У нас еще много достаточно украшений, которые я вам хочу показать. Надеюсь, что вам понравилось. Надеюсь, что вам было интересно. И увидимся в следующем видео. Продолжение моего обзора того, что я купила в нашем секунде. Всем пока. Всем привет из Канады. С вами была Дита. Бай-бай. Субтитры сделал DimaTorzok.